Алло. Я вас слушаю, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, меня зовут Оксана Анатольевна, моя фамилия Дурбан. Я специалист компании МФК Лаймзайм. У нас с вами телефонный разговор записывается. Подскажите, пожалуйста, Наталья Николаевна, фамилия Каван. Знакома? Да, знакома. Подскажите, пожалуйста, с кем приходится? А почему вы думаете, что я хочу это вам говорить? Потому что ваш номер телефона был оставлен в качестве дополнительного. Хотелось бы понимать. Это что, причина? А что вы не сказали? Потому что я сегодня кофе без сахара пила. Ну, в принципе, так же. Ну, что вы сейчас сказали, то сами его услышали. Да, конечно. Да нет, абсолютно не так же. А в чем логика? Ладно, раз вы знакомы, мне уже, если честно, даже не интересно, так скажем, кем вы приходите. Передайте, значит, контактную информацию. В компании ПК Лаймзайм хотелось бы с ней переговорить. А вам интересно, кто вы вообще такая по этой жизни? Интересно, нет? Что мне должно быть интересно? Кто вы вообще по жизни? Вам поговорить сейчас не с кем? Я скажу. Вы говорящая голова. Пустая причем. Вот знаете, я сейчас с вами общаюсь и на самом деле как бы не особо это смешно. Что, правда? Отсутствие чувства юмора. Да, у вас это не кратит, какие-то глупости какие-то говорить. Отсутствие чувства юмора никогда еще никого не красило, а подтверждало идиотызм. У вас проблемы с чувством юмора. Поэтому давайте с вами попрощаемся. А я хочу поговорить, выяснить хотя бы, что же у меня за проблемы помимо проблем с чувством юмора. И у вас почему их нет? Вы выясняйте с кем-нибудь другим, там, с родными и близкими, там, с мамой, с папой. Там, вон, там где, там, вон, где, там, вон что. А почему? До свидания. Вы же, дамочка, мне позвонили. Не, 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 стоп. Стоп, стоп, тормози. Да, друзья, вы все правильно поняли. Очередной выход к вам в эфир. И живое общение с говорящими головами. Или головами, как правильно. Что-то я забыл, если честно, напишите. Я знаю, что вам такой формат нравится. Попробуем сейчас побеседовать. Порадуйте себя и вас. Ну и их, они же пасутся у нас на канале. Друзья, кто не знает. Ну, потом скажу. Алло. Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. У вас имеется просроченная задолженность перед МКК Ализай. Погасите задолженность или движитесь с нами по телефону. 8 800 555 38 90. Ладно, не будем, но это... Есть другое. Входящие, входящие, сбросили. Итак, кто не знает, кто я такой, кто случайно оказался на нашем канале, я вас приветствую и представляюсь. Меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. Я руководитель, основатель, ведущего на территории России, юридического оператора, название организации АЛЯМ. Ссылка на наш сайт есть в описании любого ролика. Этого в том числе не дают даже поговорить с вами. Ну, давайте с ними поговорим. Алло. Не получается. Отвечу на вопрос, кто не понимает, откуда столько звонков. В услуги нашей компании входит также предоставление переадресации. То есть мы, помимо того, что создаем условия, когда вашим кредиторам выгодно отказаться от претензий, еще и берем на себя всю моральную часть, психологическую, что называется. То есть любому нашему клиенту бесплатно предоставляется номер телефона, на который он настраивает переадресацию. Все нежелательные звонки он может сбрасывать. И наши специалисты будут с ним разговаривать. Нет, не я, а наши специалисты, колл-центр. Я просто имею техническую возможность перехватывать эти звонки. Здравствуйте, Яна Сергеевна. Я имею техническую возможность перехватывать эти звонки, но на самом деле наш колл-центр с ними разговаривает. И то, что вот вы видите звонок и сброс, это просто вперед меня берет сотрудник трубку. Естественно, этого вы услышать не можете. А я вам скажу, что там разговор короткий. Никто с ними вот так вот, как я сейчас перед вами не разговаривает. Просто задается вопрос, по кому клиенту вы, по кому человеку звоните. Мы представляемся, естественно, хотя там и рингтон также срабатывает. И, естественно, 30 секунд, не больше. Какие вопросы? Есть у вас вопросы к этому человеку? Да, есть, допустим. Все хорошо. Изложите их на бумаге и отправьте по адресу. Ну, а мы можем поговорить. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Три Борисовича, верно? Ну, как вам будет угодно. Не угодно услышать от вас ответ. На какой вопрос? С кем я веду беседу? Что, что? Вы хотите услышать ответ? Вопрос задайте, будьте любезны. Так я спросила, с кем я веду беседу. Наверное, не рассказываю. А, скорее всего, да, что-то там со связью. Вы ведете беседу со мной. А имя, отчество у вас и фамилия как? Ну, вы кому звоните? Я звоню Сергею Борисовичу. Я ей говорю, вы ведете беседу со мной. А вы кто? Вы-то сами понимаете, вы кто? Вы что, перемещаетесь в реальности? То там, то здесь? Со мной это с кем с вами? Со мной. Кому вы звоните? Я еще раз повторю. Я звоню в Африке Борисовичу. А я говорю, да, вы со мной разговариваете. Вы что, там совсем, что ли? Грибы едите какие-то на завтрак? Я звоню в Африке Борисовичу. Ага. А другое с вами рассроченное задолженность в банке Ренессанская детства. Где-то запись беседа. А за несколько решений вопросов долго по карте кукурузы. Но еще мы до сих пор не оплачали карту. А чего у вас такая интонация, как будто вы в детском садике дошкольника отчитываете? Почему ты сегодня в песенных штанах пришел? А? Давайте конструктивно вести беседу платить. Ну, тогда интонации поменяйте. Выберите интонацию такую, какую положено выбирать вам. Обычная звонящая. Да, конечно. Но только у вас интонации должны быть не поучительные, а просительные. Ответ готовы дать? Конечно. Ну, давайте попросим по-другому, с другой интонацией. Предоставьте, пожалуйста. Нет, мне не нравится эта интонация. Что вам предоставить? Откуда у вас, Сергей Борисович? В связи с чем вы не платите? Что я делаю в связи с чем? В связи с чем не оплачиваете карту кукурузы? 28 дней. В связи с отсутствием желания. А в связи с чем у вас отсутствует желание? В связи с тем, что у меня есть отсутствие желания. А у меня есть желание иметь отсутствие желания. Вот такое, как бы, вот закрученное вам. Суть вопроса вам ясна? Что? Суть вопроса вам была ясна? Абсолютно. А вам суть ответа была ясна? Тогда почему вы не даете ответ на конкретно поставленный вопрос? А пытаетесь всячески уйти от ответа? Нет, я не даю ответ на вопрос, который вы бы хотели услышать. Я даю настоящий, реально. Тогда так, Сергей Борисович. Давайте. Как не идете на контакт? Иду. Я же с вами разговариваю. Вы что, с ума сошли? Это правильно конструктивно? Конструктивно. Это что, по-вашему? Мы, естественно, не поднимали трубку все это время. Только 23 сентября взяли. Это сделали вид, что не услышали. Ах, эта связь была хорошая. А сейчас что вам мешает со мной поговорить? Ваши действия как злоупотребление и его доверие. Так. По статье 819 гражданского кубка, это нарушение закона. Насколько мы же знаем, у вас не только в нашем банке кредиты, правильно? А при чем здесь 819-я статья, нарушение закона? Потому что непосредственно мы с вами сотрудничаем в рамках данной статьи. У вас же кредитный договор составлен на основании 819-й статьи. Вы же знаете об этом. И что? Поэтому ваше действие это нарушение закона. А подождите, давайте 819-ю статью вместе. Я договорюсь, позвольте. Я же вас не перебила. Вы только ахинею не несите. И здесь просто в 819-й статье рассказывается, как вообще должен быть заключен договор. А то, что я нарушаю закон, мы с вами его заключили. А где нарушение с моей стороны закона? Нарушение... Это 309-я гражданского кодекса. Он для женщин исполнения обязательств. Какая статья? Вы не соблюдаете условия. Тем более, с ваших слов вы сказали, что вы не хотите соблюдать. Поэтому вы не платите. Это ваши слова. Да. Ваша фраза подразумевает, что вы нарушаете закон намеренно. Так. Поэтому у банка есть все основания прекратить с вами финансовые отношения. Так. Наши документы переданы в наш отдел для того, чтобы мы запустили процедуру передачи долга в коллекторской агентстве. О, наконец-то. Наконец-то, душа моя. Как же вы меня порадовали. По этому, 11 460 рублей сумма к оплате, учитывая страх, который начисляется в согласии вашего корректного оплата. Пока вам выставлено требование банка на оплату долга 29 сентября. Угу. Что еще? Располагаете такое что мы? Так нет, я же сказал, да, располагаю. Но не хочу ее отдавать вам. Ну, раз не готовы платить банку, будут платить коллекторам. Да что за глупости, что за идиоты им платят вообще. Вы бы платили коллекторам? Вы будете лично с ними обсуждать этот момент. Не-не-не, у меня вот вопрос. Вы в числе идиотов, которые платят коллекторам, либо в числе... Вопрос не касается. Да касается. Вот вы все-таки хитрые. Поэтому на следующий момент времени. Слышите, когда что-то вам не нравится, сразу не касается. Я понимаю, что вы пытаетесь поменять тему беседы. Можете не стараться. Ну, ты прям штирлиц. Прям штирлиц. Если вы считаете, что это поможет вам решить ситуацию, вы ошибаетесь. А какая ситуация? Что решать-то надо? Данные беседы помогут вам избавиться от сотрудничества с коллектором агентством. Да я наоборот жажду, когда эти... О, бараки, мне начнут звонить. Я не поняла, что вы сказали, ни слова. Еще раз. Нет, если вы перебивать меня не будете, то... А на данный момент времени... До свидания. До свидания. Как вы отпустили по поводу того информацию, что вы не будете платить вашу слову? Это отказ от оплаты, восстановленные документы в коллекторе. Я уже это слышал. А с вами остается возможность 11 460 рублей 29 сентября внести к оплате. Я не буду. Предоставила. До свидания. Пока. Привет там. К всему этому сборищу. Что там за прохрюкивания еще остались у нас с вами? Да, друзья мои. Ну, понятно. Она, скорее всего, сама понимает, что эти коллекторские агентства ни к чему не приводят. И никакого страха в этом нет. Но все-таки... Ну, так вот. По поводу Ренессанса, кстати говоря. Если судебную практику смотреть, то они вообще в суд не подают. А уж на наших клиентов так 100% вообще нет захода в суд. Но это не значит, что... Сейчас продолжу. Извините. Это не значит, что нужно просто сидеть и ничего не делать. Естественно, если человек ничего не делает, просто так вот сидит, как говорится, выбрал стратегию страуса, то в этом случае, конечно, нужно ждать проблем, нужно ждать каких-то приключений. Вплоть до того, что... Ну, судебный приказ-то будет обязательно, потом передача коллекторам. Коллекторы тоже могут подать в суд. Не обязательно, чтобы вот сам Ренессанс подавал в суд. Коллектор может подать в суд. И, невзирая ни на что, может и выиграть. Алло. Алло. Я не слышу вас. Здравствуйте. Звонок с компанией. Пока цифру по биво-деньки. Галкина Максим Сергеевич. Без записи нашего разговора. Татьяна Сергеевна, я могу услышать. А шо за вот такие говоры? Г. Буква Г. Скажи Г. Вы не услышали мой вопрос? Я услышал, но а шо вас вот с этим говором берут в колл-центре? Г, Г, Г. Скажи, я говно. Я говно. Скажи так. Скажи так. Я говно. Ага. Не балуемся. Не балуемся, ни в коем случае. На Ютуб выкладываем. Смотрите, как быстро сейчас сольется. На Ютуб выкладываем. На Ютуб выкладываем. Молодь, какой страшный. У тебя слюни текут изо рта? Десять минут ее. Десять минут. Да. Одиннадцать дай хотя бы. Одиннадцать. Пожалуйста. Слышали, да? Вот они когда начинают вот так вот. Явный признак, что там сидит чудо прищавое со слюнями. Вот здесь вот у него, знаете, слюни так вот скапливаются. И еще и хакает. Так вот, вот когда они начинают таким вот образом себя вести, интонации повышать, грубый голос делать, 100% это чмо опущенное. Ну вот, он не может других слов найти, он не может выстроить, скажем так, разговор, беседу, подобрать нужные слова. Ему остается только лишь повышать интонации, чтобы самоутвердиться, попытаться самоутвердиться. Вот такая вот... Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте, меня зовут Яна, зовут Катя. Скажите, вам знакомо, что я Юля Андреевна. Кто это? Я... Банг Тиньков. Так, дальше. Вам знакомо, что я Юля Андреевна. Вы кто, Банг Тиньков? У меня много кто знаком? Яна, дело взыскание, банка Тиньков. Вам знакомо с... Юля Андреевна. Человеческое имя сотрудника я хочу услышать, а не должность. И название организации. Я вам сказала, вы не слышали меня? Нет, не слышал, поэтому прошу повторить. Меня зовут Яна, слышно? Яна, ты больная, блядь. Ты раззвонишь из банка, какая-то ты Яна. Алёна, Илья, Яна. Просьба, я беру. Фамилия... Общепринятая манера общения с вами именно такая. Вы за все время банку регулируете вопрос. Вы регулируете. Именно мозги подкрутить тебе надо, чтобы у тебя там что-то урегулировалось. Яна. Инна. Видите, сколько звонков, да? А, кстати говоря, очень часто пишут в комментариях, да что там он сидит, только этой херней занимается. Никакой там организации или АМ нет. Так, внимание всем, кто... Ну, коллекторы точно не пойдут, но те, кто сомневается. Адрес нашей организации общеизвестен, выложен. Везде можно найти и записаться на бесплатную консультацию. Спокойно приходите и убеждайтесь, что мы действительно существующая большая организация. Алло. Алло. Здравствуйте. Да-да-да, здрасте. Меня зовут отдел взыскания банка Тиньков. Вы знакомы твои... 체적енно. Отдел взыскания банка Тиньков. Дальше. Что нужно сказать? Вам знакомы с ***, Войулией Андреевной? Нет, неправильно. Вторая попытка. Отдел взыскания банка Тиньков. Дальше. Что нужно сказать? думаем 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 но нет нет вторая попытка неверно отдел взыскания банка тинькофф третья попытка что нужно сказать дальше подсказка подсказка 230 федеральный закон статья 7 отдел взыскания нет пока что не нарушаете но вы не до конца соответствуете ему конкретно статья 7 230 федеральный закон сотрудник банка ну там не банка конечно в процессе взыскания задолженности там так написано не конкретизируется но вы же взыскиваете задолженность должен в начале разговора представиться полностью назвать фамилию имя отчество название организации должность и по требованию того кому он звонит еще у грн и ннн фактический адрес юридический адрес вы только лишь сказали что вы из банка тинькофф я понимаю ваш недовольство действия банка не противоречит законодательства мы готовы сделать все возможное я требую я требую чтобы вы назвали сейчас фамилию имя отчество соломатова марина владимировна соломатова марина владимировна отдел взыскания банка дальше продолжая идентифицировать действительно ли вы сотрудник банка тинькофф назовите пожалуйста юридический адрес банка хорошо а теперь фактическое местонахождение вас как сотрудника банка фактическое нахождение как вот так просто нет обязаны сейчас называется это уже нарушением закона вы игнорируете статью 7 ну как же там же четко конструктивный по вашему это то что вы хотите услышать а я как раз таки сейчас конструктивно с вами общаюсь а вы как раз таки не готовы конструктивному диалогу поэтому все что вам остается извиниться положить трубку и когда будете готовы к конструктивному диалогу перезвоните я поняла вас всего доброго большой молодец ум еще есть да друзья ну почему вот почему многие не хотят эксплуатировать такой формат общения боятся вот мне пишут в личку какую-то ерунду коллекторы замучили что делать помогите а я их так боюсь не верите уйма 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 вообще прям поток вот таких вот писем у меня контакте я уже помощников на него одного второго третьего сидят там с функцией администратора отвечают на этот бред вот именно связаны с тем что помогите спасите как избавиться от коллекторов как от звонков поймите одну простую вещь друзья мои звонки под собой не несут никакого фундамента юридического правового абсолютно расчет на незнание и страх это обычное психологическое давление любой человек который не удосуживается сообразить что вокруг него происходит очень легко поддается на такие вот авантюры на такие эксперименты и становится жертвой этого эксперимента одного и второго и третьего и несут деньги отдают у меня есть история с приморского края так вот женщина продала квартиру за долги единственные 75 лет она живет в поселке у нее там однокомнатная хрущевка и она ее продала за 600 тысяч чтобы отдать внимание совком банк при том при всем что брала в свое время там что-то в районе 250 тысяч со своей нищенской пенсии что там оплачивала в итоге отдала все деньги которые выручила с продажи квартиры и теперь не знает что делать прям так и пишет что мне делать это подозревание есть дети надеюсь взрослые и они любят свою маму и помогут в крайнем случае дом престарелых наверняка это тоже ситуация доступна для наших престарелых граждан которые за всю свою жизнь не умудрились просто начать соображать то есть прожили как вот знаете вот не хочу эти аналогии переводить просто вот с утра на работу вечером с работы и в зомбоящик целыми днями она еще газеты читали типа там правда или может быть последних известий и сейчас наверняка смотрят вот такие вот передачи а сейчас у этой женщины нет даже возможности телевизор посмотреть свой любимый первый канал потому что телевизор тот негде поставить не к чему подключить так вот ладно бог с ней с этой женщиной видимо каждый живет в той ситуацию которую сам себе создал и сам для себя заслужил я просто хочу сказать друзьям и что у моего поколения у поколения моих детей есть серьезные хорошие еще шансы моего поколения они еще остались или очень важно чтобы вы вовремя сообразили когда и где в каком месте нужно включать мозги у поколения моих детей это те кому сейчас 20 лет 22 так вот года у них есть шикарнейшие шансы не попадать в стадо то есть наше поколение должно выйти из стадо а дети наши должны просто все сделать необходимое чтобы не попадать стадо если меня сейчас слушают люди которые примерно вот как я 70-х годов рождения я 72 года рождения пожалуйста направляйте своих детей в нужное необходимое русло пускай они правда пускай лучше в компьютерные игры играют чем смотрят телевизор особенно вот я ставлю табу друзья первый канал нтв рентв вот это вот вещаде ада ну ртр само собой конечно же это же какой-то просто посмотри посмотришь такой будьте пенсия 15000 ты будешь голосовать за того кто всегда думать будешь что ты за него голосуешь ты будешь ходить на какие-то выборы которые ошибочно называются выборами потому что там никто никого не выбирай там все давно уже выбрано ну и конечно же тебя ждет примерно вот такая судьба как вот одну женщину которая сейчас рассказал не с точностью но в общем бесцельно просуществовавшая нечто получится в конце жизни не то что вспомнить ничего будет будет страшно вспоминать вспомнить то всегда есть что другое дело с какими вы эмоциями это вспоминаете кстати говоря то же самое касается коллекторов тех самых вот возрастных градаций о которых я сейчас говорил если вы молодой человек и работаете в этой конторе быстрее быстрее оттуда уходите если вы человек моего возраста то мне кажется уже все потеряно ну если вы моего возраста и я имею ввиду работаете в коллекторской какой-то конторе или там службе взыскания банка то вы ну потерянный для общества человек уже лучше как говорит один из моих любимейших авторов часто опубликуем их иди ударься башкой избавь мир от себя ну ладно друзья я надеюсь вам понравилось небольшое включение сегодняшнее пожалуйста поставьте лайки не забывайте лайки ставить и пишите комментарии это очень важно для канала для продвижения канала для того чтобы в массы побольше заходила нужной информации я надеюсь что вы солидарны со мной по поводу того что наш канал это источник нужной информации ну что господа коллекторы не забывайте про нас пишите я знаю что вы пасетесь дизлайки всегда есть пасетесь на нашем канале ради бога тем кому нужна юридическая защита и не только от банковского беспредела по всем вопросам любые формат любой формат гражданских взаимоотношений пожалуйста на наш сайт ссылка на сайт есть в описании ролика и для вашего удобства в правом верхнем углу видео трансляции надо мной сейчас выходит кликабельная подсказочка вот она пожалуйста пользуйтесь и в общем-то говоря всегда мы рады вам помочь можете записаться если вы в санкт-петербурге находитесь на бесплатную консультацию ссылка в описании есть на группу вконтакте там же можно записаться ну и звоните задавайте вопросы если не смогли дозвониться по понятным причинам то пожалуйста можете оставить на сайте сообщения вам перезвонят мы сейчас кстати говоря и по выходным стали работать дежурство я назначил и теперь сейчас даже если вы заходите на сайт и совершенно бесплатно проконсультирую действующие юристы ну и в рабочее время естественно само собой то же самое я желаю вам счастья друзья благополучия финансовой свободы и как можно быстрее чтобы вы если вы еще в этом стадии выбрались из этого стада я вам отчетливо показываю где калитка и очертания даже нет не очертания и отлично видно пожалуйста выберите это направление вперед финансовой свободе с вами был кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания аля всего хорошего дорогие